Здравствуйте! На Десна ТВ время новостей в студии Ксения Вьюшкова. Смотрите в этом выпуске. Восьмая внеочередная сессия Десногорского городского совета. Общее увеличение расходов местного бюджета обусловлено увеличением доходной части за счет увеличения налоговых и неналоговых источников и безвозмездных поступлений. Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. В период новогодних праздников с 1 по 8 января на территории муниципального образования спасатели Десногорского поисково-спасательного отряда Управления по делам ГО и ЧС привлекались для проведения работ. Экспозиция скульптора Надежды Бельченковой и ее дочери Анны в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея. Все-таки, сколько вкладывает автор, наверное, столько потом почувствуют зрители. И поэтому могут смотреть люди всех возрастов и всех специальностей, я считаю. В преддверии Нового года депутаты Десногорского городского совета провели восьмую внеочередную сессию. Заседание состоялось 26 декабря. О повестке дня смотрите далее. Совещание депутатов состоялось по инициативе главы Десногорска. Перед наступлением нового календарного года у народных избранников еще остались вопросы, которые требовали скорейшего решения. Один из них – изменения в бюджете Десногорска на 2019-й и плановые периоды 2020-2021 годов. Общий объем работов местного бюджета на 2019-й год предлагается в размере 540 млн 829 тысяч рублей, с общим увеличением на 9 млн 390 тысяч рублей. Данные скорректированы по причине уточнения фактического поступления доходов. По этой причине повышены и общие расходы бюджета с 559 млн рублей до 565 млн. Общее увеличение расходов местного бюджета обусловлено увеличением доходной части за счет увеличения налоговых и неналоговых источников и безвозмездных поступлений. Также одним из вопросов повестки дня было обсуждение делегирования депутатов городского совета в состав рабочей группы по рассмотрению вопроса о реорганизации МУП ККП. Было предложено утвердить кандидатуры Сергея Чуприна, Дениса Куралесова, Александра Прокопова и Валентина Переходкина. Тем самым вопрос изменения системы ресурсообеспечения Десногорска будет находиться на контроле не только сотрудников администрации, но и народных избранников. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС по Десногорску Андрей Воронцов. В период новогодних праздников с 1 по 8 января на территории муниципального образования спасатели Десногорского поисково-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС привлекались для проведения работ по вскрытию дверей три раза, по оказанию помощи скорой шесть раз. За это время в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 625 сообщений, из них 260 ложных. Поступило и отработано 9 просьб от населения. Бронза, керамика, мрамор и другие материалы в руках скульптора не просто обретают форму, а становятся настоящим произведением искусства. 9 января в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея состоялось открытие выставки, автором которой является скульптор Надежда Бельченкова. Скульптор, член Союза художников России Надежда Бельченкова является не просто великолепным мастером своего дела, но и значимым человеком в развитии искусства в Десногорске. Благодаря ей и её супругу в конце 1980-х годов в городе появилась художественная школа, в которой юные ребята могли обучаться и раскрывать свой творческий потенциал. Символичным является и то, что именно в этом выставочном зале раньше была та самая художественная школа, в которой начинала работать Надежда Бельченкова. А сегодня здесь представлены её работы в разной технике, жанрах, видах и материалах. Здесь есть и керамика, то есть обожжённая глина, здесь есть бронза, здесь есть даже мрамор, здесь есть дерево. А так как место оказалось хорошим, свободным, то, наверное, мне это, например, приятно, что я могу зрителю показать себя с разных сторон. Некоторые предметы искусства, представленные на выставке, могут также служить отличным интерьерным решением. Например, работа под названием «Московский ангел» может стать необычным светильником. В экспозиции можно увидеть также работы и дочери Надежды Бельченковой – Анны. Только уже в другом исполнении – в живописи и графике. Открытие выставки посетили и юные школьники. Как говорит автор работы, прийти на выставку может абсолютно каждый. Всё-таки, сколько вкладывает автор, наверное, столько потом почувствуют зрители. И поэтому могут смотреть люди всех возрастов и всех специальностей, я считаю. Посетил выставку и заместитель главы Десногорска Александр Новиков. В каждой работе чувствуется душа человека, его создавшего, чувствуется теплота рук. Мы очень рады видеть вас здесь. И пускай это будет началом нашего дальнейшего совместного пути, мы крайне рады будет видеть вас здесь намного чаще. Экспозиция располагается до 13 января в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ирофеев, Десна-ТВ. На этом выпуск завершён. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»